К нашему эфиру присоединяется российский и украинский политический деятель Илья Пономарёв. Здравствуйте. Доброго вечера. Добрый вечер. Мы говорили в нашем эфире недавно о саммите в Швейцарии в формуле Мира Зеленского. Как вы считаете, Путину это кость в горле и будут ли провокации? Ну, кость в горле, безусловно. Сам факт его проведения, то количество держав, которые там соберется, конечно, это очень мощный удар. И, конечно, это наглядная иллюстрация того, кого Украина считает легитимным президентом. Помните, он тут недавно собрал трех легитимных кавычках самого себя, Лукашка Януковича в Минске, для обсуждения легитимности Зеленского. Вот это наглядный ответ на эту тему. Но если говорить серьезно, то очень нужна сейчас всему миру видение концепции победы. Все задают этот вопрос, американцы задают этот вопрос, европейцы задают этот вопрос, что ну вот есть помощь, но как закончится война? Поставить точку. И вы сейчас рассказывали про саммит, мы как раз, в общем, говорили про это, потому что главное, что отличает российское сопротивление от российской оппозиции, и тем более от многих других политических сил в мире, это то, что мы говорим однозначно, что эта война может закончиться только в Москве. Только уничтожением путинизма, лично Путина. Только таким образом можно поставить точку. Поэтому мы поддержали формулу мира и сами говорим о том, что давайте идти до конца. Давайте постараемся, добьемся того, чтобы военная угроза больше никогда не исходила с территории России. Это, скажем так, уже первые выводы, которые вы можете сделать после форума, который прошел во Львове. Да, безусловно, но это, в общем, его основная была задача просто на эту тему. Такие российские, именно вот, не бойцы сопротивления, а оппозиционеры, которые где-нибудь сидят там по разным столицам и просто ждут. Ждут, когда Украина победит, а они потом на белых конях там въедут в Россию, там будут участвовать в каких-то выборах, там, значит, и все прочее. Я лично считаю, что это абсолютная утопия, и личная связь, она обратная. Что мир может наступить только после уничтожения путинизма. Что вот это персональное уничтожение, уничтожение его режима, это неотъемлемая часть общего события. Илья, можно ли рассчитывать на то, что действия российских политиков в экзиле, они поменяются, скажем, от общей риторики, ну, назовем так, блогерства, перейдут к каким-то конкретным действиям, вот по вашему примеру, например. Ну, смотрите, вы, как правильно говорите, мы так к действиям давно перешли. И эти действия уже совершаются. Теперь просто все согласились с тем, что это правильные шаги. И чтобы они начали помогать, а не мешать. Потому что, к сожалению, большое количество людей, оно скорее палки в колеса ставит, чем помогает. И это был долгий процесс. В 22-м году вообще идея для россиян поддержать там Украину или ЗСУ, это было что-то такое невообразимое. Ну, может быть, кто-то и есть такие люди, мы их знаем и тоже благодарны, которые поддерживали Украину гуманитарно. Там беженцы, там какая-то такая медицинская помощь и так далее. Но не более того. В 23-м году началось активное развитие вот этого добровольческого движения. И мы видели там операции, операции уже на территории России. И вот начали люди как-то определяться. Но все равно сейчас очень многие россияне поддерживают ВСУ. Мы там подсчитывали, ну, примерно, наверное, на миллион долларов в месяц где-то сейчас. Сейчас россияне перечисляют средства в разные подразделения ВСУ. Но при этом вот этим самым российским добровольцам... Вот, то есть еще вот эта вот идея, как это так, что какие-то русские, которые стреляют в русских, вот эта идея, она всем чужда. На самом деле она очевидна, потому что мы стреляем не в русских, мы стреляем в фашистов. Мы стреляем в тех людей, которые несут на себе бесчеловечную идеологию, которые занимаются геноцидом, которые занимаются мародерством, воровством, которые... ...собинить себе своих соседей, причем прикрываясь при этом самыми там благими лозунгами и так далее. Поэтому их надо уничтожать, никакого другого пути нет. И этот вот шаг, что мы так говорили, договаривались и договорились, что самое важное, это, конечно, очень важно. Да, это тот самый режим Путина, с которым нужно бороться, а не искать те линии, которые нельзя перейти и самим себе их рисовать. Вы сказали о деньгах. Это большая сумма на самом деле, если мы говорим о стране Российской Федерации, которая закрыта, где буквально каждый под колпаком и каждое действие может быть опасным для жизни самого человека. Поэтому это очень смелый шаг, тоже нужно отдать должное. Давайте продолжим тему денег. В резолюции конференции Форума Свободной России в Варшаве говорится о необходимости поддержки российских добровольцев, которые сражаются против путинизма в Украине. И есть призыв к странам Евросоюза ускорить процесс использования арестованных в ЕС российских активов, чтобы направить их на поддержку Украины. И вот, кажется, свершилось. Как вы считаете, лучше позже, чем никогда, или это нужно по-другому рассматривать? Ну, конечно, лучше позже, чем никогда. Но я скажу очень скептически, отношусь к тому, что европейцы полноценно разблокируют доступ именно к замороженным активам. Они все время упирают на то, что все-таки частная собственность Российской Федерации подрывает основы правовой системы. Они очень этого боятся. Хотя, на самом деле, никаких препятствий к этому нету. И это и понятно и с моральной точки зрения, и с юридической. Я, на самом деле, здесь не вижу рисков. Но это появилась какая-то альтернативная Россия, альтернативная российская власть, которая сможет сказать европейцам, что смотрите, только Россия. Мы хотим, чтобы вы это сделали. И тогда у них вот этот легальный барьер будет снят. Поэтому мы делаем сейчас все возможное, чтобы появились международно признанные вот эти самые российские альтернативные органы власти. Органы власти, может, даже не Российской Федерации, а новой Российской Республики. Но, в любом случае, свободные России, которые могли бы сейчас помочь Украине решить вот этот важнейший вопрос, который бы мог привести к... У нас немножечко есть помехи со связью, но мы понимаем, почему. Да, потому что вот опять же тот же режим Путина забрасывает Украину разными тяжелыми предметами, которые приводят к тому, что свет иногда не бывает, интернет нестабильный. И самое ужасное, что люди погибают. Поэтому я... Мы продолжим наш эфир. У нас есть связь, да? Или все хорошо? Отлично. В последнее время появляется информация... Я слышу. Спасибо. Будем говорить о том, что происходит с теми людьми, которые поддерживают в Российской Федерации Украину и вот ваши действия в частности. В последнее время появляется информация об арестах и уголовных делах против активистов, которые готовы активно противодействовать этому диктаторскому режиму и внутри самой России. Вот часто этих людей обвиняют в том, что они сочувствуют, помогают, либо же пытаются установить контакты с Легионом Свободы России. У вас есть такая информация? И что можно посоветовать тем россиянам, которые действительно хотят к вам присоединиться? Смотрите. Ну, во-первых, я хочу сказать, что очень мало есть случаев, буквально несколько единиц, когда задерживали тех людей, которые действительно работали с Легионом. Буквально там на пальцах одной руки можно перечислить. Чаще всего это провокации, которые устраивают российские спецслужбы для того, чтобы ловить наших потенциальных сторонников. То есть они им пишут, говорят, вы поддерживаете. О, наконец-то, мы обратили внимание, да, я поддерживаю и тут же за ними выезжаю. На самом деле, если так посмотреть на статистику, то вот из примерно полутора тысяч сейчас российских политзаключенных по составам, которые связаны действительно с участием в силовой борьбе, там меньше 150 человек. Из этих 150 больше 100 это, которые вот реально ничего вообще не сделали. И это как раз говорит о том, что участвовать в силовом сопротивлении более безопасно. Лезешь под камеры, ты думаешь, что ты можешь делать, что ты не можешь делать, ты проявляешь осторожность. Что надо делать, они могут посоветовать, каким образом не попасться. И поэтому мы всех призываем присоединяться именно к этой форме борьбы. И на данный момент уже число таких людей, там, несколько раз больше, чем число тех людей, даже которые находятся на фронте. Без них большое количество партизанских акций в тылу врага, который постоянно про них и ваш телеканал говорит, который мы читаем, других средствах массовой информации. Без них бы этого просто не произошло. Давайте поговорим еще вот о чем. Массовые аресты генералов, замов, министра обороны Российской Федерации. Что происходит? Почему так резко? Почему вот эти люди, которые были вечными властелинами своих кресел в погонах, они вдруг оказались под арестом и их как будто бы то ли трусят, то ли пытаются показать всем остальным? Что происходит? Может быть, был какой-то переворот дворцовый, и Путин просто решил этих заговорщиков закрыть, либо же другая причина? Ну, я думаю, что вот непосредственно меняется руководство Министерства обороны. Белоусов там давно критиковал, говорил о том, что вот наладить не в состоянии эффективно, наладить там производство дронов и всего прочего. И вот он сейчас, соответственно, там расправляется с командой предшественников. Тут все как бы ясно. Гораздо интереснее, что сейчас очень многие мои собеседники, источники, информаторы, да, внутри России говорят, что впечатление существовало резьбу. И сейчас в многих других ведомствах, в многих других государственных структурах люди начнут друг на друга стучать, подводить их под уголовные дела. То есть вот они уже не считают, что вот этот внутриэлиптный пакт будет дальше действовать. И это на самом деле для нас очень хорошо, потому что чем больше они друг друга перережут, чем больше там будет внутреннего хаоса, тем скорее мы добьемся победы. Абсолютно согласна с вами. И будем наблюдать дальше за этим генералопадом и за этим хаосом, который только разрастается в Российской Федерации. Спасибо вам за это включение, за вашу работу, спасибо вам за вашу деятельность. Илья Пономарёв, российский и украинский политический деятель, был с нами в прямом эфире телеканала «Фридом». Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова